Добрый день, дорогие господа. Вы слушаете программу «Политика» у микрофона Леон Вайнстайн. У нас сегодня с вами замечательный и очень интересный гость, но перед тем, как начать представление, хочу напомнить всем нашим радиослушателям и всем тем, кто будет смотреть передачу в записи, потом на Ютьюбе и Фейсбуке, что «Политика» началась в значительной степени из-за преждевременной кончины замечательного телерадиоведущего и моего друга Виктора Топаляра. Мы с ним были очень близки по политическим взглядам и симпатиям, и после его ухода русскоязычное медиапространство опустело, и «Радионародная волна» предложила мне заполнить вот эту вот образовавшуюся пустоту. Еще. На «Политике» мы судим о событиях нашей жизни, используя правило, впервые высказанное в первом веке до нашей эры Раввином Хилелем, Гилель по-русски. Его попросили объяснить суть его религии, он сказал «Не делай другим то, что бы ты ни хотел, чтобы они делали тебе». Это правило стало называться потом «Золотое правило иудаизма», а хотелось бы, чтобы стало «Золотым правилом нашей жизни». Ну а теперь гостю программы. Ее не надо представлять, рассказывать долго, кто она, у них эмигрантов, Юлия Латынина, ну как бы любимая девушка. Юля, добрый вечер, добро пожаловать на программу. Добрый вечер. Спасибо, что нашли время, я знаю, что это было нелегко. Что вы делаете в Америке, друзья, отпуск, дела, или может подготавливаете переезд к нам? Нет, я переезда как-то не подготавливаю, не замышляю, я просто на два месяца пришла постажироваться в Кенненовском институте, чтобы, ну просто, чтобы посидеть два месяца в Америке, если честно. Замечательно, прекрасное место посидеть. Вы много рассказываете о том, что вы думаете. Уже годами, так сказать, мы все вас слушаем. Мне кажется, ну то, что я слышал, искренне, либо очень искренне сыграно. А вы вызываете уважение хотя бы тем, что вы, ну скажем, одна из немногих, кто сам думает о том, что сказать слушателю. Большинство повторяет либо по бездарности, либо по приказу. Не знаю ваши отношения с властью, но точно знаю, что те, кто любит сегодняшнюю власть, вас не очень любит, да? Вот на вас было недавно покушение, я бы лично удрал. Нет, это не покушение, это просто как бы хулиганские истории, но, к сожалению, они действительно не очень хорошо сказались, особенно на моих родителей, потому что, в общем, как выяснилось, газ, который у нас травили, действительно не очень безобидный. Ну вот. Значит, лично я бы, я думаю, конечно, любой человек проверяется в ситуации, но вот так подумав, я думаю, что я бы убежал куда-нибудь подальше, спрятался под скамейку. Вы не удрали, не спрятались. Спрашивать вас не страшно ли? Не буду. Знаю, что страшно. Не страшно, только чокнутый. Я обычно много лет отвечала как раз на этот вопрос «не страшно», потому что еще там где-нибудь в 2006-2005 году всякие люди хлопали крыльями и говорили «ах, как страшно, как страшно, Путин, значит, второй Сталин». Ну, Путин, слава богу, не второй Сталин, да, и как бы нам и сейчас еще до этого очень далеко. Просто если в 2007 году это было действительно не страшно, то сейчас, если честно, да, страшновато. Вот, Юля, в моей книге, как здесь говорят «in my book» по-американски, значит, вы человек мужественный, а в вашей? Я не знаю, честно говоря, я не стараюсь в таких терминах думать, потому что, ну, для начала я честно скажу, что есть некоторые вещи, ради которых не стоит рисковать жизнью особенно близких, потому что… Ну, вот как бы вдогонку тогда, я понимаю, что вы говорите, а почему все-таки вы не уехали за границу вести те же самые передачи, быть более свободной, в большей безопасности. Я уверен, что, что называется, вас миллионы слушают, еще большие десятки миллионов знают, а я думаю, что вам обеспечена была прекрасная работа и на Западе. Стоп, меня слушают не миллионы, меня слушают… Ну, я не знаю, сколько меня слушают, но я приблизительно вижу, сколько меня смотрят. И я не знаю, сколько меня слушают, я не знаю, сколько меня скачивает. Я приблизительно вижу, сколько меня читают в распечатке. Это всегда висит на сайте «Эхо Москвы», где-то это составляет от 180 до 200 тысяч человек. И я вижу, сколько меня при этом слушают на Ютьюбе. Это, ну, я имею в виду программу «Кондооступа». Да, да. Со всеми пиратами это где-то обычно от 250 до 300 тысяч человек. Я думаю, что вы значительно недооцениваете. У меня очень широкий круг знакомых. Он не только, так называемая, интеллигенция. То есть, просто люди, которые русскоязычные, которые чем-то, с которыми я по какому-то поводу общаюсь. Я думаю, что я не знаю ни одного человека, от водителя грузовика до профессора, шви, мотористки и тому подобное, о которых я бы знал. Я прожил в Израиле довольно долго, я жил в Европе, я живу здесь, там, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе. Я там бывал в какое-то время в Союзе, в России, переписываюсь с людьми. Нет ни одного человека, из которых я бы общался, которые не знали бы, кто такая, значит, латвинина, и не слушали бы, может, не постоянно, но в каком-то варианте не слушали бы вашу передачу. У вас огромный круг влияния. Лен, я еще раз повторю. Я вам называю, да, вот, холодные цифры. Это большие цифры. Эти цифры являются одними из самых высоких на эхе. Я и Невзоров имеем самые высокие аудитории, просто это вот, ну, статистика. Ну, это десяток моих, да, я извиняюсь. Как я бы сказала, я в эту статистику, это только те люди, которые смотрят на YouTube, потом скачивают и те люди, которые, значит, читают распечатку. Это не включает в себя, условно говоря, каких-то перепечаток распечатки. Они периодически случаются, потому что иногда я нахожу свою собственную статью, когда я ее ищу, свою собственную распечатку. Да. Она где-то переписана в каком-то перепечатанном, там, в украинском ресурсе, просто в чем-то фейсбуке и так далее, так далее. Это не включает в себя число тех людей, которые непосредственно слушают на радио, и это не включает в себя то число тех людей, которые непосредственно смотрят на радиотрансляцию, и это не включает в себя число тех людей, которые делают даунлоуд. Они нажимают на кнопочку, я не знаю, сколько. Юля, значит, мы сейчас закончим эту тему, потому что чисто, так сказать, я понимаю вашу скромность. Меня слушают 300 тысяч человек. Не слушают, а имеют, скажем, на YouTube. 200-300 тысяч. Меня никто не знает в русскоязычном мире, меня слушают 200-300 тысяч человек. У вас на порядок больше, но ушли от этой темы, потому что, так сказать, я понимаю, что фактографическая скромность вам должна быть присуща. Значит, что вас там держит? Работа вам здесь обеспечена, как я уже сказал. Почему все-таки там? Нет, одну секундочку. Леон, это довольно смешной вопрос. Если бы я уехала... Я русскоязычный человек. Я не знаю, до какой степени я владею английским. Вот сейчас, когда я делала презентацию, вот только что вчера в Джорджтауне, к моему удивлению, мне сказали, что... Многие здесь считают, к моему удивлению, англоязычные люди, что я могла бы писать по-английски, и что я спокойно говорю по-английски. I'm not so sure about it, потому что я не уверена насчет моих артиклей. Я явно не смогу писать на английском. Я-то имел в виду русскоязычное радио, телевидение и тому подобное, каких достаточно много. Окей. Леон, давайте будем откровенны, что Эхо Москвы и Новая газета, это каналы, имеющие влияние, которые что-то значат. При всем моем уважении к израильским и американским русскоязычным МАА-радио, я не совсем понимаю, зачем приезжать в Америку и работать в русскоязычном секторе. Я даже задачи себе такой не ставлю. Окей, на самом деле вы ответили на мой вопрос, сказав, что Эхо Москвы, Новая газета являются, ну скажем так сказать, теми изданиями, которые слушают, которые могут оказывать влияние. Окей, я это понимаю. Мне кажется... Смотрим, если я смогу писать. Первое, да, пока у меня остается связь России, я не буду эту связь сама насилистно прерывать. Я считаю, что это неправильно. Все-таки не... Да, как я еще повторяю, у нас еще не 37-й год, и у нас еще далеко не 37-й год. Да, у нас еще даже Свифт не выключили. Окей, окей. И я, поскольку, еще раз повторяю, если я смогу писать по-английски, посмотрим дальше. Окей. Мне кажется, что вам, ну, как и, впрочем, и мне, не нравится строй, который сейчас установился в России, правильно? Ну, в общем-то, это мягко сказать. Да. Ну, я пытаюсь это и мягко делать, не хочу, так сказать, никуда вас подставлять, то, что называется. Все, слушайте, извините, то, что я говорю на Эхе, и как-то там дальше подставляться некуда. Окей. Я не использую бранных слов, но только потому, что я считаю, что как бы это beneath me, да, это дело не в цензуре, дело в... Ну, как-то... Да, можно выразить то же самое без бранных слов. Словами, да, не прибегая к мату, все сказалось. Вот я знаю, чем мне не нравится строй сегодняшний в России, а чем он вам не нравится? Отсутствие рынка, отсутствие демократии. Все остальное – это производные. Ну, вот отсутствие выбора, как политического, так и торгового. Да, учитывая мое немножко настороженное отношение ко всеобщему избирательному праву, отсутствие выбора. Ой, браво, браво, спасибо большое. У меня не то, что настороженное, у меня очень отрицательное отношение к всеобщему избирательному праву, потому что, с моей точки зрения, все это кончается тем, что люди, которые не заработали ни копейки, решают, что делать с деньгами и сколько с себя забрать у тех, кто их зарабатывал. Вот. А есть что-то хорошее в нынешнем режиме? Такая проблема, да. Вот я несколько лет назад очень любила еще критиковать всеобщеизбирательное право. Я по-прежнему очень люблю это делать, потому что... Но это ровно то, что писали те же самые основатели и то, что писали английские либеральные экономисты в XIX веке, что всеобщеизбирательное право кончается социализмом. Как в воду глядя. А который потом кончается тоталитаризмом, ну и тому подобное. Ну, сначала социализмом, да. Значит, социалистическую ситуацию мы увидим еще на нашем веку, а уже я не думаю, что мы увидим, условно говоря, тоталитарную Европу, а социалистическую Европу мы более или менее видим. Окей. Все-таки что же хорошего в нынешнем режиме в России? Есть ли хорошее? Нет, я к тому, что, возвращаясь к нынешнему режиму в России, что учитывая, что то, что творится в России, как-то вот заниматься высокопарной критикой всеобщеизбирательного права, оно как-то вот сейчас, ну не то что... Ну, в общем, у нас есть более насущная задача. Наша главная проблема сейчас не наличие всеобщеизбирательного права, а отсутствие какого-либо избирательного права. Да, конечно. Конечно. Я бы, конечно, была даже на всеобще. Я понимаю, но когда ты пытаешься что-то порушить, то, так сказать, нехорошо просто на обломках строить. Надо все-таки знать, чего ты хочешь строить. Поэтому так важно, чтобы так называемая оппозиция, то есть, по крайней мере, какие-то думающие люди в России, у которых есть немножко, так сказать, то, что называется яйца мозгов, чтобы они все-таки понимали, куда идти и шли бы в какую-то более правильную сторону. Ну ладно, это тоже как бы не сегодняшнего дня. Алексей Навальный идет в вполне правильную сторону. Другое дело, там, удастся это ему или нет. Я совершенно не считаю, что оппозиция, как раз политическая оппозиция, должна заявлять вещи типа, а давайте мы ограничим избирательное право людьми, которые имеют имущество и которые платят налоги. Или вот моя, я очень люблю эту формулировку, что идеальное избирательное право – это когда человек платит на доллар больше налогов, чем он получает субсидии. Не исключает получение субсидий. Да, да, все правильно. А вы убери из этого, условно говоря, инвалидов и пенсионеров и, так сказать, на этом, тогда все правильно. А скажите, пожалуйста, Юля, значит, почему России так не везет? Вот то была ига татарская, то самодержцы у власти, то Сталин, тот криминально чиновничий, там, ФСБшный какой-то режим, это не везение или наказание за что-то? Или это то, что народу надо на самом деле? Во-первых, это риторический вопрос, да, потому что ответить, почему не везет статистической лотерея, ну, потому что. А во-вторых, ну, посмотрите, я считаю, что нам, начиная с Петра Великого, достаточно везло. Нам очень повезло, мы было азиатское государство. Да, представьте себе, что в Иране в 17-м или 18-м веке завелся такой Петр Великий, и это, в общем, принципиально был бы другой Иран, или в атаманской порте. Да, то есть мы одна из немногих азиатских стран, которой повезло еще вот в конце 17-го века. Я считаю, что это неплохо. У нас было несколько столетий абсолютно европейской истории, по крайней мере, абсолютно европейской элиты. Эта элита даже дралась на дуэлях. Окей, хорошо. А нужна ли свобода вот тому народу, который сегодня, я даже не хочу сказать русскому, потому что, наверное, это российскому какому народу. Нужна ли людям свобода? Или не нужна вообще? Что это лишнее, непонятное, никому понятие. Ко всему избирательному праву свобода всегда нужна в основном элите. А потому что мы должны понимать, что даже вот когда на Майдане собирался украинский народ, это был действительно народ, да. Но, простите, это была лучшая часть народа. Это не были люди из, да, лапотники из деревень, хотя там масса мелких предпринимателей, средних предпринимателей, да, инженеров, учителей, да, вот они выходили на Майдан. Если вы понимаете, вот, да, Майдан произошел, на него вышли, но при этом тот же самый украинский народ перед этим проголосовал за Янукович. Да, то есть свобода, народу иногда нужен будет, да, это вот, это народу иногда нужно, ах, вот, значит, давайте возьмем и хряпнем, и народ в конце концов, если мы вспомним Октябрьскую революцию, хорошо, Октябрьский перевод сделали большевики, но гражданскую войну выиграл народ, он победил белых офицеров, и ему хотелось вот этого, он получил то, что он хотел, вот, так что в этом смысле о свободе и о гарантиях своих прав всегда думает элита во всех веках и во всех временах. И если мы посмотрим, как развивались европейские свободы и гарантии, то первоначально это были свободы и гарантии в известной магнах карте, когда она была подписана, а это были не просто гарантии, это были гарантии очень небольшой прослойки нормандских баронов, которые гарантировали себе удивительные с точки зрения нынешнего государства вещи, типа, например, право вести войну против короля, права, но не унижая при этом лично его персоны. Да. Вот. И... Что это напоминает? Свобода и права, они всегда распространялись от элиты вниз. Каждый год, когда приходила целая куча людей и говорила, дайте нам свободу, то это был просто очередной народный бунт. Дело в том, что это просто, вот с моей точки зрения, вот я слушал сейчас вас, я никогда не думал вот так, с этой точки зрения, и я вдруг понял, что народ тоже требует свободы, просто форма выражения другая, скажем, ну там интеллигенция или там элита, называется как у... Ну интеллигенция, элита, да, приходит там с чем-то написанным, там что-то подготавливает, что-то собирается, а вот народ, он делает это в форме бунта, но тоже требует свободы. И возможно, что все-таки то, что происходило в Киеве, несколько раз на Майдане, то, что происходило, скажем, в Египте, да, то, что происходило там целом ряде других стран, я сейчас не пытаюсь, так сказать, так называемую революцию арабскую, весну сюда приобрести, но происходило, народ выходил на улицу, потому что чего-то не хватало, и вот делал это с помощью там бунта или какого-то восстания или чего-то еще. В России там жгли обычно, кололи там и прочее, и прочее. То есть как бы тоже свободу они хотели. Ну хорошо. Мы сейчас немножко в абстрактных терминах говорим, но я бы вот, понимаете, очень трудно сформулировать за народа, что хочет народ, если он сам мычит и не знает, и вместо этого сжигает у блока библиотеку в усадьбе, но я как бы вот держусь той уверенности, что если мы посмотрим, допустим, вообще если мы посмотрим на историю таких вот народных революций, не ограничившись там американской и французской, да, потому что это просто очень узкий статистический ряд, да, и там, условно говоря, Кромвелем, да, плюс. Если мы так посмотрим пошире, то, в общем, не очень приятные у нас получаются статистический ряд, потому что, например, в Китае народные бунты происходили постоянно. Это просто в отличие от европейской истории, где народные бунты были маленьким феноменом, совершенно пограничным, потому что зять была, знать была вооружена, и если у рыцаря на боку висит меч, что с ним совладать труднее, чем чиновникам, у которого на боку висит тушечница. Так вот, в Китае просто это было как бы для всех китайских историков абсолютно очевидно, что все великие китайские династии, за исключением династии, которые завоевали монголы, окончились в результате народных восстаний. Парочку раз даже руководители народных восстаний приходили к власти. Самый знаменитый был случай, когда династия Мин пришла к восстанию после восстания Красных войск. Во главе династии Мин, вот Чу Янжан, который основал династию Мин, это был вообще просто, знаете, такой местный босяк, сын крестьянина-арендатора, который вступил в Красные, они же, Благоуханные войска. Благоуханные войска назывались так, потому что перед боем там носили вот эту самую курильницу, которым окутывали благовониям войска, после чего они становились неуязвимы для пуль. Ой, не пуль, извините. Да, это было в 1350-х годах, соответственно, для стрел монголов. Самое смешное, что монголы тоже этому верили, ужасно боялись и разбегались. Вот во главе войск стоял «Настоящий Будда Майтрея», «Настоящий мессия», «Будда Света». Правда, там было довольно много Будда Майтрея, они воевали, выясняли между собой, кто из них настоящий, кто из них нет, как всегда с помощью членов рейска. Я к тому, что вот, да, это была достаточно типичная китайская картина, да, но после этого Будда Майтрея приходил к власти и оказывался не совсем Будда и Майтрея. Ну да, оказывался лжепророком, лжедмитреем оказывался. Просто это один китайский пример, но если вы посмотрите другие примеры, они тоже как-то, в общем, не радуют, потому что иранская революция, вот, 1979 года, которая в свете таких вот наших прогрессивских убеждений кажется исключением, мэверик, да, вот такие, что такое? Она, на самом деле, достаточно типичная история. Вспомните, например, как в 1800, если не ошибаюсь, в 16-м году, извиняюсь, в 1809, конечно, а, значит, испанские горожане, даже не крестьяне, взъелись на новую французскую династию и на Жозефа Бонапарта, который, между прочим, ничего плохого не сделал, кроме того, что отменил инквизицию и так далее. Да, били горшки, было страшное восстание, 8-го мая, ну, в общем, какого-то из мая. Да, весь Мадрид был в крови, а народ бунтовал за то, чтобы ему отдали инквизицию, поповы и остальные патрицы. Ну, народ, народ, прекрасно, да. Это достаточно, к сожалению, типичная картина. Американская революция – очень редкая вещь в истории человечества. Хорошо, вот сказать слово «американское», поэтому давайте переедем в Америку и в наши времена, скажем, во времена Трампа. Вообще, как вы считаете, Путин хотел Трампа или он хотел Хиллари, или ему было совершенно наплевать? Нет, во-первых, я думаю, что Путин, конечно, хотел Трампа, в том числе по той причине, что Трамп рассказывал разные хорошие вещи про Путина. Это было действительно удивительно слышать, потому что, ну, в общем, Трамп всех хаял, и Путин был единственный человек, про которого он говорил что-то приятное. Вот. Другой, дело, что мы сейчас видим, например, по фейсбучным троллям, да, мы просто, нам ничего не надо рассуждать, мы видим. Видим, например, что вот эти фейсбучные тролли, они занимались не только поддержкой Трампа, они занимались поддержкой также Берни Сандерса. То есть, они занимались поддержкой всяких наиболее радикальных и наиболее расшатывающих американскую политическую ситуацию явлений. То есть, в случае Хиллари и Берни Сандерса, они однозначно выбирали Берли Сандерса, и как только победил Трамп, они тут же бросились организовывать митинги против Трампа. И сейчас очень смешно, что парочка замечательных в кавычках людей, типа того же Майкла Мора, в этих митингах поучаствовала, и да, возникает вопрос, ребята, вы тут говорите про коллюжен с русскими, а вот Майкл Мор, когда он побежал туда, значит, по зову пригожинских троллей, это как было? Это по уму, по уму просто, по уму и по призванию. Значит, иными словами, вот то, что я слышу сейчас, это представлять себе, что, ну, скажем, так сказать, Путин ци, или Путин там большое количество политического капитала, финансовое и прочее, вбросил для того, чтобы поддерживать Трампа, очень активно. Я в этом очень сомневаюсь, просто по очень простой причине. Денег было исключительно мало, во-первых, потому что в России вообще меньше денег, чем в Америке, да, там, те деньги, которые потребляет американская избирательная компания, просто несопоставимо велики. Конечно. Но, понимаете, мы должны здесь различать намерения и осуществления, да, вот есть такая, кстати, в Российском уголовном кодексе просто есть статья «Попытка с негодными намерениями». Окей. Да, вот если когда, да, допустим, какой-нибудь поручик, да, вот помните, у Наполеона был сумасшедший генерал Мале, который устроил против него закон. Да. Вот вопрос, да, генерал Мале – это государственный, да, мятежник или нет? Ответ, конечно, да. Другое дело, что это была попытка с негодными средствами. Вопрос. Пытались? Пытались. Да, извините, если кто-то кого-то пытался изнасиловать в углу, но у него не встало, это же не избавляет его от ответственности. Нет, конечно. Ну, я чуть-чуть в другую сторону пытался. Дело в том, что половина нашей страны, если не больше, замирает от счастья, когда слышит, что есть какие-то доказательства того, что очередные. Каждый раз выясняют, что их потом нету, но, так сказать, им все время нагнетают, ловят их на это, они приходят в восторг, потом ждут следующего восторга. Пока не успели остыть, новое что-то пришло. Так вот, с моей точки зрения, 100% населения земного шара, включая Трампа, считали, что победит Хиллари. Трамп боролся просто потому, что натура у него такая, так сказать, начал, он не бросает. Поэтому он там в последние, если он делал 4 выступления в разных городах каждый день, то в последние 2 дня он делал по 6 выступлений, полетел в Штаты, в которых, так сказать, все считали, что полный бред и выиграл. Я не считаю, что Трамп не считал, что он станет президентом по двум причинам. Я, конечно, не была внутри избирательной кампании Трампа, но я знаю, как в любой другой внутри избирательной кампании, да, все время существует такое облако, в которое погружается кандидат, и он всегда считает, что он первый. Даже если это какой-нибудь депутат Засыпкин, который в Урьянмарском районе, да, у него было 5%, и он получил 3%. Он все равно считает, потому что его так подкармливают. Я думаю, что там глупость. Нам невероятно повезло. Это глупость, это знаете, это вот чтобы сказать, Трамп такой лузер, такой лузер, вот он хотел проиграть выборы, и то не смог. Нет, Трамп не хотел проиграть выборы, это не то, что я сказал. Я сказал совершенно другое. Я сказал, что вся, так сказать, ну естественно, что людей держат все время в состоянии, да-да-да, мы выигрываем, идем вперед, и тому подобное. Трамп честно сказал, ровно, так сказать, через день после того, как победил, и его дочка это подтвердила, что они оба считали, что, так сказать, они не выиграют. Так вот, значит, 100% земного шара, ну, назовем так, 99,999, минус моя жена, которая посмотрела на толпы, которые на Трампа окружали, когда он выступал, и сказала, он выиграет. Значит, кроме такой, моя жена, практически никого не было, и в том числе и Путин, и его разведка, и тому подобное, и CNN, там, MSNBC, New York Times, которые говорили или даже не мечтали о том, что, значит, они не мечтали, они в ужасе от этого, что Трамп выиграет. И вдруг мне рассказывают, что Путин, оказывается, поставил связь, поставил отношения с абсолютно 100% точно человеком, который выиграет, Хиллари Клинтон, известный тем, что она невероятно мстительна, невероятно мстительна, не забывает годами ничего, потом всегда выберет момент, улыбаясь и прочее, ударит спину, что Путин и его люди пошли на то, чтобы нагло, так сказать, действовать так, чтобы против нее, да не верю ни одной секунды это. Вот, ну, это мое личное мнение, которое поддерживают еще 20-30, а то и может 40 миллионов человек. А вот, так сказать, в связи с этим, думаете ли вы, что была ли какая-то связь избирательной кампании Трампа с Кремлем, с ФСБ и тому подобное? Потому что еще раз, так сказать, у нас всякие средства массовой информации в этом постоянно трубят. Вот с вашей информацией, с вашей точкой зрения, была ли какая-то связь? Ну, вы знаете, есть комиссия Мюллера, которая копает и ничего не может накопать. Я думаю, что если бы что-то было, то Мюллер бы уже накопал. Мне очень не нравится, понимаете, я ни в коей мере не оправдываю Путина, да, я понимаю, что, естественно, было вскрытие серверов ДНС. Да, да, это не то, что даже смешно отрицать, это давайте просто давайте не будем об этом спорить. Да, были вот эти вот пригожинские, значит, тролли в Фейсбуке и так далее, и так далее. Но, да, были какие-то странные люди типа Пападополоса, который вот встречался с племянницей Путина, и как в анекдоте, значит... Я вынужден сейчас нас прервать, потому что мне уже сигнализируют, что у нас сейчас идет ровно, так сказать, вот пять минут рекламы, и сразу же после рекламы мы с вами встретимся и продолжим эту мысль. Тем, кто не слышал нас с самого начала, программа «Политика», у микрофона Леон Уайнстайн, и в гостях у нас Юлия Латынина, с которой мы продолжаем разговаривать. Юля, а Хиллари, с вашей точки зрения, делала ли с Кремлем всякие грязные, грязноватые дела, там, с обменом денег у ее фонд на услуги, там, типа продажи урановых залежей российским олигархам? Мы знаем то, что пишут у нас в газетах, там, и прочее. А что вы считаете? Лена, не сердитесь. Мы собирались отвечать на предыдущий вопрос, да, о связях Трапова с Россией. Да, да. Как-то мы не ответим. Начнем с того. Да. Я прошу прощения, если я буду достаточно долго говорить, но просто эта история, она достаточно долгая, и как раз если ее пересказывать очень коротко, то тогда у нас как раз получится фейк-ньюс. Спасибо большое, мы готовы слушать вас долго. Да, потому что я просто напомню историю, как она, еще раз повторяю, да, есть комиссия Мюллера, которая пока ничего не нашла, и, естественно, мое предположение, что она ничего и не найдет, потому что ничего нету, и что это довольно смешно, когда Мюллер уже теперь вместо того, чтобы искать доказательства связи с Трампом, и раскапывает историю со Стормой Дэниэльс. Простите, а в чем тут это самое коллюжен с русскими? Там, если кто-то кого-то поимел, то совсем другим способом и к Кремлю это отношения не имел. Ну, хочется что-то найти. Да, вот это уже возникает на тему что-то найти. Аху-то за весь победа. Вот то самое замечательное слово фейк-ньюс, которое придумал Трамп, и которое на самом деле в нашем с вами добрым русском языке носило название Агитпропа, она же пропаганда. Да, да. И оно нам знакомо гораздо лучше, и просто мне кажется, что у всех русских вот в крови сидит это умение отличать пропаганду. И у пропаганды есть несколько общих особенностей. Просто давайте посмотрим, как они здесь прилагаются. Да. Первое, что пропаганда обычно считает, что человек не помнит то, что было вчера. А вот они считают людей просто вот реально за идиотов. И в данном случае я вижу, например, что до того, как выиграл Трамп, не было рассказа о коллюзии с русскими. И более того, до того, да более того, демократическая партия вела себя достаточно странно, когда были вскрыты сервера, потому что хорошо известно, что первый сигнал пришел ФБР еще в апреле. Вернее, они получили еще в апреле. Да. Тогда сотрудник ФБР позвонил какому-то сотруднику техподдержки и сказал ему, что сервера вскрыты, после чего несколько месяцев вообще ничего не происходило до того момента, когда почта уже не стала выкладываться на Викиликс. Значит, только после того, как выиграл Трамп, нам вдруг все объяснили, что это произошло, потому что Россия вскрыла сервера Демпартии. Но, естественно, возникает вопрос. Ребята, вы за кого нас держите? Во-первых, вы даже не пошевелили плавником, когда вскрывали эти сервера, и вам это было известно. Значит, почему не пошевелили плавником, мне кажется, тоже достаточно понятно, потому что, в принципе, в Америке это самое глупое, что мог придумать Путин вскрыть сервера Демпартии. Во-первых, я думаю, что никто, даже очень большой враг Хилари Клинтон, не назовет вам чего-то, что было написано найдено на этих серверах, и что это так страшно повредило, и чего-то этого никто не знал. Потому что никакой ураниум ван, да, вот, никакая... Собственно, да, существование фонда Клинтона, в которой является формой гигантской систематизированной узаконенной коррупции, и никак по-другому этого не опишешь, да, оно не является секретным, оно не выяснилось в результате серверов. На серверах не было не написано ничего, ну, там, условно говоря, какой-то патрульный штаба назвал Челси Клинтон испорченной их сучкой. А кроме того, все говорили о том, что когда Хилари рядом подходит, то от нее идет постоянно запах кислых щей, чего мы, естественно, не знали. Все остальное мы знали. Ну, понимаете, я думаю, что из-за кислых нет человека, который из-за этих кислых щей не проголосовал за Хилари Клинтона. Конечно нет. Вот, и более того, мы просто можем вспомнить, что есть одна простая вещь, которая заключается в том, что как только американский политик оказывается жертвой вскрытой почты или прослушки, да, самая история с Утергейтом, да, вот это просто blueprint, да, для того, чтобы потом все происходило. То есть, в принципе, да, вскрыв, я могу однозначно сказать, что с точки зрения пиара, вскрыв сервера ДНС, Владимир Владимирович очень помог Хилари. Он не знал, но он помог. Другое дело, что не получилось, да. Но вот, в принципе, если на что-то это действие было рассчитано, то есть, вернее, если это действие имело какой-то эффект, оно, естественно, имело эффект мобилизации американского общества в пользу Хилари, потому что что такое? Какая-то иностранная держава вскрывает мне, значит, за это Никсона поперли, а тут, значит, какой-то из Кремля через океан взломал сервера. И меня заставляет читать, что, значит, от Хилари пахнет кислыми щами. Да я нарочно за Хилари проголосую, чтобы вы все там это самое со своими красными звездами на них перевертелись и заткнулись. Да, это, значит, как бы первое, да, забвение прошлого. Мы видим, что реакция до и после избрания Трампа была совершенно разной, и до избрания Трампа она была абсолютно логичной очевидной. Вдруг после избрания Трампа нам стали говорить, что, оказывается, значит, это из-за этого избрался Трампа. А дальше нам стали рассказывать о коллюжии. Да, дальше второе обстоятельство с новостями фейк-ньюс. Они всегда происходят в будущем времени. То есть вам... Что это значит? Прошу прощения. Это значит, что он говорит, вот сейчас мы вам расскажем. А, окей, будет что-то, да. Вот сейчас будет. Вот сейчас Коми все расскажет. Вот сейчас прокурор Мэр вылезет на чистую воду. Коми ничего не рассказывает. Потом его увольняют. Помните, какой крик был? Вот сейчас Коми все расскажет. Коми приходит перед Сенат и рассказывает, и, собственно, что он рассказывает. В сухом остатке, значит, он рассказывает, что когда Трамп попросил его расследовать досье Стива, то Коми отказался со словами, что я не могу расследовать происхождение этого досье, потому что иначе получится, что я расследую президента. Но мы понимаем, что это, извините, буллшит. И мы понимаем, любой нормальный человек, он видит, что в данном случае директор ФБР относился к избранному американскому президенту, что он буллшитен его, что он просто делал, мягко говоря, очень нехорошие вещи. И дальше, значит, нам все время рассказывают, что вот сейчас мы арестуем Манафорта, и выяснится такое. Вот сейчас мы арестуем Попадоболоса, и выяснится такое. И каждый раз ничего не выясняется, потому что, например, в результате ареста Попадоболоса мы внимательно читаем. Юля, вы мне рассказываете наши истории, которые мы знаем. А нам интересно узнать, что вы там, в России, не из CNN, не из MSNBC, или там Fox News, что вы там в России по этому поводу думаете, откуда у вас приходит информация и т.д. Эту историю мы потрясающе рассказываете. Но я ее рассказывал раз 28. Леон, когда мы можем очень коротко свернуться, но извините, это ваша история, это не наша история. У нас в России нет других источников информации. Единственный источник информации, который я могу вам пересказать, который, в общем-то, мало чего стоит, это рассказы господина Агаларова, который как раз и принимал Трампа в России, который рассказывал, что Трампу действительно очень хотелось завести бизнес в России, но у него не получилось, в том числе потому, что на него все тут глядели, а кто это такой. И более того, была совершенно традиционная и очень в духе Путина история, когда был вот этот финал конкурса красоты, и Трамп очень ждал, что туда приедет Путин, а Путин, как всегда, опоздал и не приехал. Так, бывает. Как повезло нам, что они не встретились, потому что иначе это тоже бы расследовано с еще два года. Вот я думаю, что действительно Трампу сильно повезло, что они не встретились, потому что в противном случае вот индайкмент был бы уже, было бы сказано, что вот там-то они все и замыслили. Я, собственно, к тому, что, как я уже сказала, да, вот нас кормят бесконечными завтраками, нас кормят историями, которые вчера тут же забываются, и нас кормят, я прошу обратить внимание, вещами, это тоже очень важная составляющая фейк-ньюс, когда в заголовке одно, а в, собственно, в тексте, скажем так, немножко другое. Да, вот только что, скажем, Демпартия подала в суд на Россию, на Викиликс и на избирательную кампанию Трампа, и в заголовке ощущение, что она подала кому-то на Трампа. Да, когда начинаешь расшифровывать, то выясняется, что она, значит, подала, потому что, оказывается, Попадополос там что-то говорил, члены избирательной кампании Трампа. Ну, простите, Попадополос, значит, пятый козы-барабанщик, мелкий мошенник, который, другой вопрос, зачем Трамп берет свою кампанию таких странных людей, но... Других в это время не было, он набирал кого угодно, кто согласился бесплатно прийти и делать вид, что он тусует. Да, вот, значит, нашел там какого-то другого мошенника, и более того, из того текста обвинения, который ему предъявлен, мы видим, что, несмотря на все старания Попадополоса, как-то напросить... Надуть щеки, да. Нет, напроситься в качестве связного с Россией, ему сказать, пожалуйста, не надо связывать... Надуть щеки, да, да, да. Ну, и, ребят, а... Юля, вот многие российские интеллектуалы, они ненавидят Трампа, там, Альбац, Пианковский, тот же Каспаров, а вы? Вы знаете, я, во-первых, воздерживаюсь осуждений, как ни странно, потому что есть множество вещей в Трампе, которые мне не очень сильно близки, вот, да, это действительно такой авторитарный популист, и это не очень хорошо, что, наверное, что Америка избрала вождем авторитарного популиста. Меня лично сильно режет, когда американский президент говорит, что вот здорово, Си Цзиньпин стал императором Китая, и они ограничатся десятилетним сроком, когда-нибудь надо нам и в Америке такое ввести. Мне кажется, это очень странно. Он не совсем это сказал. Мне кажется, это очень странно, да? Не совсем, не совсем. Да, ну, так было, очевидно, подано Си Цзиньпин, там, и прочее. Вот, но что касается тех людей, которые здесь, вот, в Америке так выглядят, такие вот антитрамповские, но на самом деле это следствие тех, той позиции, которую они занимают в Вашингтоне, потому что здесь очень сильное общественное мнение, да, формированное вот тем самым Вашингтонским болотом, которое заключается в том, что если ты не веришь в том, что досье Стила это есть святая истина, то ты просто вот... Да, да, предатель Родины. Тут мы с Вами на одном, мы в очень многих вещах оказались с Вами, что называется, с одной стороны, там, барьера, стола, рва, я не знаю. Совершенно нормальные люди, которые прекрасно, которые сейчас глубоко согласны с тем, что досье Стила – это полная фигня, вне зависимости от, там, руководительских качеств Трампа. Да. И, да, как бы, то есть, мне глубоко симпатичны те люди, которые честно говорят, что давайте, там, котлеты отдельные, мухи отдельные. Да, и что меня действительно пугает, да, вот во всей этой истории, больше всего, потому что люди вольны иметь какое угодно мнение, и СНН тоже вольна говорить что угодно. Когда я вижу, что это было злонамеренное, когда я вижу, что использование досье было злонамеренным использованием ФБР, ведомо недостоверной информации с целью вмешательства в политический процесс, то это, собственно, и есть та самая серьезная вещь, которую всегда обычно именно левый эстеблишмент ставит в укор различным силовым структурам. Это всегда левый эстеблишмент рассказывает, что если вот силовые структуры следят за террористами, то, значит, это неправильно, потому что они потом будут следить за всеми нами. Значит, в данном случае я вижу, что те самые люди, которые поднимали, значит, Сноудена и Ассанжа, которые на самом деле мелкие придурки и предатели, особенно Сноуден, я имею в виду. А, да, но Ассанж не предатель, он... Нет, Ассанж никого не предавал, это его личное дело, да, он неамериканец. Да, да, он не может, значит, соответственно, Меннинг, да, очень странный человек или дама, да, это уж теперь не знаю, как его назвать. Вот. Соответственно, те самые люди, которые поднимали на щит Сноудена, который сейчас, между прочим, сидит в Москве, да, и вопрос не был ли он там частью московского плана с самого начала. Те же самые люди не предъявляют каких-то претензий Коми, хотя, да, все это выглядит не просто неаппетитно, а это реально выглядит ужасно. Ну, я думаю, что вот сейчас как раз она начнет тихо-тихо вскрываться, потому что год над этим работали, вскрываются правильные люди. И оттуда лезет такое говно, что, в общем, это просто извините, как если бы на основе фильма «Анатомия протеста» ФСБ возбудило дело против Наванова. Ну, да. Вот «Дости стилы» — это просто фильм «Анатомия протеста». Он, помимо всего прочего, абсолютно непрофессионально и составлен, но просто, извините, мы с вами опытные журналисты, когда я его впервые прочла, я подумала, какая фигня. Только я другое слово про себя подумала. Ну, да. Я не верю, что господин Коми глупее меня. Ну, все может быть, кстати, он в последнее время не выглядит умным очень. Он выглядит, как совершенно потерявшийся человек, который что-то сам себя перехитрил. До того он делал какие-то странные действия. То он там Хиллари помогал, потом он ее гробил, потом он ее снова помогал, потом он делал какие-то дергался. Я думаю, что он решил, что он кингмейкер, что он, так сказать, делатель королей, ему все можно. И что-то ударило в голову. То ли моча, то ли кровь, то ли что-то еще. Поэтому с ним вообще страннейшая, вообще страннейшая история вся эта. Я надеюсь, когда-то она... Он написал книжку, он себе открыл, слава богу, и вот теперь... Я читала куски этой книжки, они, конечно, производятся теорическое. Да. Он сделал себе, с моей точки зрения, очень плохо, но нам очень хорошо. Он дал возможность. И, кстати, суд, который сейчас подала Демократическая партия, совершенно замечательная вещь. И заодно очень интересные подробности, чисто американские. Называется она discovery, то есть расследование. Вы не можете взять и просто сказать, а я хочу залезть сейчас в дела там Демпартии, в их сервера и куда-то еще, потому что мне это интересно. Но если они на вас подали в суд, то вы имеете право, так сказать, в течение вот этой discovery, расследования, потребовать у них практически любые документы, которые какие-то документы, право, так сказать, на прочтение, залезания, допросы и тому подобное, которые могут привести к тому, что мы узнаем значительно больше, чем они рассчитывали, что мы сможем узнать. Так что это совершенно замечательно, что они подали в суд. Хотя ход совершенно понятный. В ноябре у нас так называемые промежуточные выборы. Им главное их выиграть. Они потом надеются получить в Конгрессе большинство. И поэтому они, так сказать, бросили все на это. Главное сейчас, как можно больше волну говна поднять. Главное, чтобы они получили в Конгрессе большинство. А дальше, мол, так сказать, все закроем. Как они рассчитывали с Клинтоншей? Она, ее выберут, и все, так сказать, все подлости, все преступления и прочее, они будут спрятаны в воду, все тихо, и все те, кто совершал преступление, получат награду вместо доказательств. Да, как раз про связи госпожи Клинтон с Россией. Да. Потому что, если бы, откровенно говоря, мне не совсем действительно непонятно, совсем понятно, почему они не расследуются, коли Россия такая с рогами и копытами, а Россия с рогами и копытами. Они расследуются, расследуются. Мы недавно выяснили, что есть два расследования идет. Да, и я приведу вам самый простой пример. Это когда шел акт Магнитского, которому чрезвычайно госпожа Клинтон сопротивлялась, благодаря чему, собственно, он и был отложен на несколько. И как раз в тот момент, когда он готовился, Билл Клинтон поехал в Москву на конференцию Ренессанс Капитона, получил 500 тысяч долларов. За 40 минут выступления, да. Да, и, ну как бы, да, мы не можем, мы прекрасно понимаем, что эти, да, что нигде не случится расписки Клинтона, да, о том, что я получил 500 тысяч долларов за то, что... А за это мы вам сделаем то-то, то-то. Да, но мы прекрасно понимаем, как устроено такого рода отношение. А, да, и, ну, в общем, все это не есть хорошо. И факт им было на полу. Да, окей. У нас, на самом деле, осталось всего каких-то 7 минут до конца нашего с вами диалога. Мы потом подключим людей и попросим их нам звонить. Поэтому я бы хотел задать несколько вопросов, так сказать, более, может быть, короткими попробуем ответами. Вот, там, один из тех людей, которые, там, критикуют Путина все время, и Трампа такой пианковский, он раз в месяц объявляет, что в течение, там, ближайших 90 дней, либо, там, 47 дней, 4 часов, там, Путина уберут, или он сам уйдет, или режим рухнет. И так уже, по-моему, лет 7 или 8 подряд, каждый месяц. А вы считаете, что режим скоро рухнет и умрет? Или не скоро? Я ничего по этому поводу не считаю. Я просто считаю, что все авторитарные режимы, такого рода, которые мы имеем, они имеют, да, абсолютно непредсказуемый срок жизни. Да, вот, они начинают напоминать радиоактивный атом в состоянии, да, атом... Полураспада. Нет, ну, не в состоянии, атом не может быть в состоянии полураспада, да. Вот, вещества, они есть в период полураспада, и, наверное, у авторитарных режимов тоже есть в период полураспада, то есть мы можем взять все авторитарные режимы в истории человечества и выяснить, значит, среднюю продолжительность их жизни. А, к сожалению, вам любой атомный физик скажет, что факт там, что наличие периода полураспада вам никогда не скажет относительно одного конкретного атома урана-238, когда он распадется, потому что он может распасться с такой-то вероятностью через секунду, и с такой-то вероятностью он может распасться через 100 миллионов лет. Я, собственно, такой ответ и хотел получить, потому что, ну, там... Это главное отличие демократических режимов от авторитарных, потому что если режим демократический, мы знаем, когда произойдет смена президента. Смена власти, совершенно то есть. Через четыре или через восемь лет. Да. Значит, тут... Вот я могу совершенно честно сказать, что я абсолютно не ожидала, что премьер Аммия Сарксян уйдет в отставку. Моя плохая мнение об армянском народе, другое дело, что там не особенно что-то изменилось, он по-прежнему лидер правящей партии, так же он ушел недалеко. И посмотрим, что будет дальше. Но... Я эту тему очень плохо знаю, то есть я знаю, что там творится. Мне вообще, так сказать, какие-то средства массовой информации сообщили, что он просто удрал в Россию, но вот судя по тому, что вы говорите, не удрал. Там остался у себя вроде бы, да? Ну, для начала, да, он вождь правящей партии. Окей, понятно. Скажите, пожалуйста, вот я извиняюсь, что я прерываю, потому что буквально пять минут осталось. Вот смотря со стороны России, оттуда, хотя я понимаю, что у вас есть источники информации такие же, как у нас. Но, тем не менее, у вас острый ум, у вас аналитические способности. Вот что вы думаете, Трамп, он хорошо для Америки или плохо? Вы знаете, я могу просто сравнить президента Трампа с президентом Обамой. Если мы говорим о том, как Обама вел себя с Россией. Вся проблема Путина, она высосана из пальца. Да, нету сильного Путина. Есть слабый западный мир. И в случае Обама это было совершенно классическим образом ясно, потому что я просто приведу два примера. Российско-грузинская война 2008 года, в которой Россия, долго подготовившись абсолютно теми же методами, которыми она подействовала в Донбассе, напала на Украину. И более того... Напала на Грузию. Более того, утверждала, что на самом деле это значит были кровавые грузинские агрессоры, грузинские фашисты, а за их спиной стояла США. Когда после этого Обама объявил перезагрузку, фактически то, что он объявил, было полное подтверждение всех представлений Путина о Америки. С точки зрения Путина, Обама сказал, да, мы были виноваты, это мы стояли за спиной кровавых грузинских агрессоров, и можно мы вас поцелуем в... Или как минимум, вот вам индульгенция, вам все прощено. Да, 2013 год, Обама говорит Red Line, если Асад применяет химическое оружие, я его бомбу, а Red Line пересекается, после чего Путин говорит, давайте я помогу и разоружу химический Асад. Мы сейчас знаем, что этого не произошло, то есть Путин тогда соврал. А значит, приняв эту помощь Путина тогда в качестве посредника, Обама сам пригласил его в Сирию и сделали его одним из сильнейших игроков Сирии. Значит, соответственно, мы видим, что президент Трамп абсолютно правильно действует по поводу Путина. И я просто приведу последний пример, да, Дейразор, где было убито 200 российских вот этих вангуроцев. 200 плюс наемников, да. Да, мы прекрасно представляем себе, что случилось бы при президенте Обаме. Президент Обама пожаловался бы у ООН, да, выразил бы негодование, пообещал бы принять все меры, созвал бы комитет, всемирно осудил и так далее, и так далее. А тем временем Пригожин отжал бы заводик и стали бы тихонечко качать нефть, и Пригожин получал бы с него процент. А самое главное другое, что после этих двух историй, под Дейразором, и после бомбардировки, после химичной атаки, хотя это был, да, все говорят, что это был договорняк, что перед Путиным проложились, и мы даже понимаем, что произошло, что, значит, Трамп сначала хотел вдарить, потом Мэти сказал ему, ну, ты что, хочешь войны с русскими? И, да, там происходило некое утрясание. Что тоже правильно, потому что, знаете, воевать за боевиков в Думе, у всех нет никакого резора. Вот, но мы видим, что вот эти два раза, фактически, это Путин, кто моргнул, потому что Путин дал, это Путин вынужден был говорить, да, что первый раз он вообще промолчал и съел, он вообще ничего не сказал по вести русских, которые были убиты. Второй раз он долго кричал, значит, наша пропаганда долго кричала, что ща мы как долбанем ракетами по американским кораблями, и не только не долбанули, но ничего не сделали, съели, и оказалось, что Путин не хочет конвенциональной войны с Америкой. На мой взгляд, это абсолютно, вот я думаю, что сейчас, поскольку в Газдепе сидят не дураки, вот так всегда был этот вопрос, а не готов ли Путин нажать на кнопку? А что будет, если он начнет войну? И мы сейчас видим, что столы полностью перевернуты, потому что оказалось, что Путин боится войны, Путин не хочет войны, даже конфиденциональной, он хочет только пиар войны, он хочет... Ну да, конечно, угрожать, размахивать, это всегда удобнее и легче. Да, и он, и в результате у Америки все карты и эти карты сдал ее Трампу. Да, вы знаете, вот мы живем здесь, нас, так сказать, волнует, каждую страну волнует, естественно, международное отношение, но больше всего свой кошелек, своя жизнь там и тому подобное, что произошло за время, так сказать, правления, нельзя сказать, администрации, скажем, Трампа, это у нас упало, невероятно упало безработица, причем упала она в секторах, в которых мы никогда этого не ожидали, среди черного населения, афроамериканцев, как принято говорить сейчас, и среди испанского. Такой безработицы низкой в этих двух секторах и у женщин не было никогда в истории, ну, с женщинами, может, лет 30 назад, а у черных и у испанцев там никогда в жизни такого не было. У нас есть, вон, то ли 8, то ли 9 штатов сейчас, у которых безработица меньше 2%, что означает, что ее нету, ноль, 2%, человек ушел с работы, зарегистрировался, через месяц нашел работу. У нас организовывается огромное количество предприятий, причем огромное количество фабрик возвращается обратно, которые удрали в Мексику, там, куда-то еще. Да, так сказать, они возвращаются, потому что они боятся, что тарифы наложат, еще что-то боятся, но неважно. Значит, порядка двух, то ли трех триллионов долларов, которые сидели, парковались за границей, в офшорах и тому подобное, не потому, что американцы хотели кого-то обманывать, потому что законы были идиотские. Сейчас создали законы, при которых их стало лучше возвращать обратно, то есть это новые, новые, новые рабочие места, новые, новые вложения. У нас создалась такая, на сегодняшний день еще не совсем, но правовая система возвращается обратно, нормальная, при которой выгодно иностранному капиталу тоже идти в Америку. Не то, что нам он нужен сейчас уже, но выгодно идти в Америку. Поэтому я могу продолжать долго, долго, долго о тех положительных вещах. Мне тоже не нравятся какие-то вещи, которые там говорит или делает, даже не делает, говорит Трамп. Две вещи не понравилось, которые он делает, я с тарифами там с ним не согласен, еще в чем-то. Но вообще, вот выяснилось за этот год там с двумя месяцами, что он совершенно замечательный президент. Говорит, рожи корчит, твиты пишет, но выясняется, что делает он все совершенно замечательные вещи, для нас, по крайней мере. Мы уходим сейчас с вами на перерыв, и потом после перерыва будем просить наших слушателей звонить нам. Телефон у нас в студии 847-400-5200. Можете задавать вопросы Юлии Латыниной, а я буду посредине пытаться помогать вам их спрашивать. Уходим на перерыв. Мы Леон Вайнстайн, и мы беседуем с Юлией Латыниной, и я так понял, что мы начали получать звонки. Да, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте, меня зовут Евгений. У меня маленький вопрос. В 2009 году Юлия Латынина была в Чикаго, я был на ее выступлении, и задал ей вопрос, что она думает про Обаму. И Юлия Латынина мне сказала, что Ачо вполне хороший президент, что она думает сейчас, после 8 лет. Прекрасный вопрос, спасибо большое. Юля, вам отвечать. Думаю, что Обама это очень хороший человек, который считал, что вокруг все такие же очень хорошие люди. Что как-то вот он не думал, искренне не думал, что не все люди бывают хорошими, и если извиняться перед плохими людьми за все хорошее, что им сделала Америка, то ничего хорошего из этого не будет. Ну, Юля, вы просто считаете, что он совсем глупый. У нас Обама. Нет, ну не настолько он глупый. Нет, я считаю, что он хороший человек, но, к сожалению, это не профессия. Евгений, у вас все? Ответ устроил? Евгений отключился, к сожалению, поэтому давайте продолжим. Да. Хорошо. Есть еще звонки, или я могу спросить что-то? Потому что у меня есть, пришел вопрос из Фейсбука. Даже от одного и того же человека два вопроса. Значит, к Юле. Америка накладывает все больше и больше санкций на Россию. Работают ли они? Как их они работают? Может ли это изменить что-то, особенно внешнюю политику в России? Ну, я не думаю, что это может изменить внешнюю политику у России, к сожалению. Тем более, что внешняя политика России, она, когда ни парадоксально, не до конца зависит от Путина, что я имею в виду. Дело в том, что у Путина есть такое свойство, что он отдает, что с целью иметь то, что называется по-американски plausible denability, он отдает вот все свои гадости на аутсорсинг. Он утверждает, что в Донецке у него воют шахтеры и трактористы, политика, их там нет. Их там нет. В Сирии у него вагнеровцы и так далее. А это, с одной стороны, это на самом деле очень странное для решения для человека, который позиционирует себя как альфа-самец, потому что, ну, в общем-то, согласимся, что в России национализировано все, вот только что булочные остались в частных руках. И в такой стране, когда нам говорят, что есть частные армии, это очень смешно. То есть, в России санкции никак не повлияют с вашей точки зрения на внешнюю политику России? Да. Я объясняю еще раз почему. Потому что, поскольку Путин отдает вот такие гадости на аутсорсинг, он частично при этом утрачивает за ними контроль. Не в том смысле, что он не несет за них ответственность, да? Да. А в том смысле, что, например, я не думаю, что в Дейразоре он знал, что 200 русских вагнеровцев наступают на позиции гурдов американских. Ну, естественно, зачем докладывать президенту, что 200 человек куда-то пошли? Нет, мы просто знаем, да, теперь была публикация в Вашингтон-Пост, из которой мы знаем, что, значит, господин Пригожин перед этой атакой звонил Островенко, который является замом войны главы администрации. Входя на русский язык, что это означало? Что Пригожин о чем-то договорился с сирийцами, они обещали ему компенсацию, это тоже официально, это Путина не волнует, это он, так сказать, дал на это разрешение, но поскольку Пригожин понимал, что если все дело накроется метным тазом, то кто-то будет за это отвечать, а Шойгу Пригожина сильно не любит, то Пригожин пытался подстраховаться. В переводе это означает, что Россия и Америка оказались в шаге от реальной военной конфронтации, но Путин не имел власти над этим решением. Не потому, что он не нес ответственность за все, а просто потому, что у него такой механизм аутсорсинг. Ну хорошо, ладно, давайте мы примем еще один звонок, потому что люди уже ждут на линии и очень хотят вас что-то спросить. Да, вы в эфире, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте. Добрый день. Варвар. Можно задать два вопроса? Так. Один вопрос, это вот наши американские военные заявили, что ракеты, все 100% ракет достигли цели и прекрасно выполнили свою задачу. А российские власти заявили, что 77% в ракет они сбили. Они сирийцы, но это в принципе одно и то же. А вот как вы считаете, кто говорит правду? Это вопрос ко мне или к Юлии? К Юлии. Ваше мнение мы знаем, мы уже это обсуждали. Юля. Я боюсь, что российский генеральный штаб врет, как силы мерин, и это очень печально, потому что когда врет журналист, это одно. Но, конечно, когда врет генеральный штаб, который, как напомнил нам тут Марк Солонин, является мозгом армии, то, в общем, дело труба. Да, я даже поэтому вспомнила сразу известное высказывание адмирала Ямамото, что как только вы начинаете лгать, считайте, что война уже проиграна. Она правда... Ну, что Путину оставалось делать? Да, ему вот, поскольку, значит, мы кричали, что будем топить американские корабли, и явно ничего этого не происходит, то мы выбрали примерно тот же вариант поведения, как китайские полководцы во времена Окилумной войны. Чем больше их били британцы, тем, значит, больше китайские полководцы писали императору о том, сколько миллионов британцев они разбили. Понятно. То есть, ответ такой, с точки зрения Юль, а врет все-таки российская сторона. Да, причем на все 100% и не на то, чтобы на 99%. Окей. А еще один вопрос, значит, от на Ютьюбе, от того же, на Ютьюбе, на Фейсбуке, от того же человека, который задавал первый вопрос, такой. Если, как он, она или он пишут, давить, 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 увеличивать санкции, какие сценарии могут быть, что из этого может произойти? Нет, ну, понимаете, мы должны понимать, что санкции вводятся не совсем за чем-то. Санкции вводятся очень многие потому что. Потому что, например, условно говоря, человек совершает преступление, его сажают в тюрьму. Дальше можно много разводить соплей и говорить, что, вы знаете, вот в тюрьме он только испортится и так далее, и так далее. Ну, в общем, факт заключается в том, что если человек совершает преступление, то за это надо его как-то наказывать. И, к сожалению, если Россия ведет себя таким образом, то если не реагировать никак, то получается, что, в общем, мягко говоря, это вряд ли Кремль остановит. Мягко говоря, вот мы не знаем, остановят ли санкции Кремль, я боюсь, что нет, но если не вводить санкции, то ребята точно будут входить еще во вкус. Похоже, что Северную Корею все-таки остановили. Ну, вы знаете, там тоже есть свой генеральный штаб, у которого ракеты сбивают прямо целыми миллионами. Да, там даже не 70... Не, миллион сбили, выпустили по ним 70 ракет, а они сбили миллион. Да, это понятно совершенно. Так что, там тоже врать гораздо, поэтому мы сначала посмотрим, что они сделают, прежде чем они пока говорят. А в любом случае, конечно, вот пример Северной Кореи, это тоже сильно радостный пример, потому что при Обаме Северная Корея была очень бодрая, а сейчас как-то вот там гультик завял. Ну да. Давайте прием... Мы тебе показывали на Трампа пальцем и говорили, вот какой слон в посудной лавке, и оказалось, что в общем-то... Работает. Иногда слон хорошо, когда заходит в посудную лавку. Давайте прием еще один звонок. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Меня Боря зовут. У меня вопрос по поводу того, что произошло в Лондоне с этим как бы отравлением. Вы считаете, что на самом деле Россия к этому причастна? Потому что Владимир Владимирович, он блестящий политик и грамотный парень, пошел в хорошую школу. Не похоже на то, что что-то они сделали, если бы считаете, что не Россия, тут как бы взгляд из России плох, поэтому... Боря, Борис, 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 если можно, задавайте вопрос. Потому что вы сейчас, по-моему, собираетесь нам прочесть лекцию внешнеполитическую. Я не читаю лекцию, извините, рядачу, учите с работы. Я задал вопрос, кто причастен к тому, что произошло в Лондоне. Прекрасно, спасибо, мы поняли. Сейчас попробуем ответить. Юля. Я не вижу другого интересанта в отравлении скрипалей, кроме Кремля, и, соответственно, кроме Кремля силовиков. И, соответственно, считаю, что санкция на такую операцию была дана с самого верха. Другое дело, что я не думаю, что эта санкция была дана как-то специально перед выборами. И у меня есть мое личное предположение, что никто не собирался отравить Юлию Скрипаль, собирались отравить Сергея Скрипаля, и тогда бы это было, списали бы на смерть от сердца, так же, как была списана смерть, допустим, Переперечного. Все были бы в ужасе, предатели бы трепетали, а никто бы ничего не понял, а англичане бы утерлись в очередной раз, как они утерлись после Переперечного. Ну да, потому что много миллиардов долларов там сидит российских в банках Англии, и зачем раскачивать лодку. То есть в этом смысле это неудачная операция, связанная с непрофессиональным исполнением. Хорошо, давайте примем еще один звонок. Давайте еще один звонок примем. Вы в эфире, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, Барбара. Извините, что я только еще раз, но у меня еще один вопрос насчет Армении. Вот лидер оппозиции заявил, что их поддерживает 90% населения Армении. Юлия, как вы считаете, это так и есть, или это, так сказать, их желание? Первое, вы знаете, я ничего не знаю насчет Армении, да, просто я достаточно не имею никаких особых источников о том, что там происходит. Кроме того, я думаю, что мне очень не нравятся лидеры, неважно, оппозиции или власти, которые утверждают, что их поддерживает 90% населения. Тут вот бегал Олл-Стрит, окупая Олл-Стрит по Америке, который утверждал, что его поддерживают 99,9% населения, вернее, он представляет. Вот, значит, я не думаю, чтобы, скажем, во времена Майдана хоть один ответственный украинский политик, да, сказал, что его поддерживает 90% населения, потому что было ясно, что это не так, хотя Майдан поддерживали. Окей, мы на самом деле подошли уже к концу нашей передачи, у меня еще куча вопросов, там, связанных и с Ксенией, и с Собчак, и с Навальным, и вообще, так сказать, есть ли в России политик, который способен сломать систему ГБ, там, и всего остального, и выстраивать какие-то... Навальный, да? Да, безусловно. То есть, с вашей точки зрения, Навальный. Вот как-то вот мне он не показался, но я его плохо знаю. Да. Нет, он будет... Понятно, что он на это настроен, он будет пытаться на это ломать. То есть, если кто-то может, то это может сделать он. То есть, вы считаете, что это он не проект Кремля, да? Ну, вы знаете, мне кажется, в таких терминах просто рассуждать неприлично. Окей, просто очень много об этом говорят и в российских, и в местных русскоязычных изданиях, поэтому я и составил эти два слова вместе. Проект Кремля, потому что, как бы вот, кто-то говорил, что Ксения Собчак это проект Кремля, что Навальный проект Кремля, и тому подобное. Ну, вы знаете, те люди, которые это говорят, как-то, ну, пусть они идут в Россию, занимаются там политикой, и пусть посмотрим, что они сделают. Потому что легче всего сесть на диван и сказать, что кто-то проект Кремля. Мне кажется, в случае Навального и Порожитова неплохо бы дать. Хорошо. Значит, приезжайте в гости в Лос-Анджелес, будем рады. койка и доступ к холодильнику всегда будет гарантированно. Ну, а на данный момент все-таки мы будем сейчас прекращать, потому что уже вот уже через несколько секунд нас вырубят насильным образом. С нами была Юлия Латынина. Нам очень повезло. А спасибо, Юлия, огромное. И в любой момент, когда здесь, будем вам рады. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok